Друзья, всем привет! С вами Ирокес и сюжет в PlayerUnknown's Battlegrounds Это вещь, которая интересует, ну скажем так, не всех, но многих И большое количество людей хотело бы узнать, что же случилось с этими картами Особенно с картой Ирангель Изначально, я вам скажу, 100% имелся какой-то сюжет и его знает создатель игры Ну и нам постоянно оставляют какие-то подсказки, различные мелочи Но сам сюжет не раскрывает никто Сегодня появилась некая новость, которая может повлиять на это И, естественно, я вам ее расскажу Перед просмотром я прошу вас проверить, подписаны ли вы на канал Если же нет, то подпишитесь, пожалуйста Тем самым вы поддержите меня и будете знать о выходе новых роликов самыми первыми Ну а так, небольшая рекомендация и мы сразу начинаем А спонсор данного ролика компания 1xbet Если вы шарите в спорте и киберспорте, то ссылка для вас в комментарии Там еще есть промокод с бонусом на 6500 рублей Пользуйтесь на здоровье, всем спасибо Давайте же для начала я расскажу вам по порядку все, что на данный момент известно В принципе о сюжете и лоре Пабга Первое, ходят слухи о том, что в самых-самых ранних версиях Еще в пре-альфе, когда она была доступна ограниченному количеству лиц Крайне ограниченному При входе в игру появлялось какое-то текстовое сообщение С небольшим содержанием, на которое особо никто не обращал внимания И поэтому данного текста сейчас нигде не найти Якобы там как раз-таки излагался очень коротко сюжет и лор игры Но поскольку никто его по факту не видел Никакого подтверждения я этому не нашел Что в принципе очень странно Обычно всегда находятся люди, которые как бы докапываются до каждой мелочи Сохраняют ее себе и ну как минимум делают скриншоты Поэтому больше это похоже на какую-то шутку На какую-то легенду Поэтому на 100% данный факт мы воспринимать не будем Каждый кто как хочет, верит или нет Но тогда любой человек скажет Так может быть вообще это все придумано И никакого сюжета в PUBG нет Просто обычная королевская битва Как и многие другие батл рояли И прыгай да стреляй Зачем тебе какой-то сюжет? Но каждый кто это скажет Окажется на 100% неправ Потому что сам создатель игры Брэндон Грин рассказывал Что сюжет все-таки есть Он говорил это в своих интервью И то что он лично его сделал Его как-то сочинил И при этом посвящает крайне ограниченный круг лиц Для того, чтобы они могли как-то развивать игру Но иными словами При разработке карты Мирамар Он сам рассказывал Что некоторые геймдизайнеры Далеко не все А совершенно некоторые При разработке тех или иных домов Текстур и в принципе окружения карты Были допущены к сюжету Он им его показал Как-то рассказал Объяснил для того Чтобы у них была более полная И более четкая картина того Как следует делать карту Для того, чтобы она оставалась В стилистике PUBG Чтобы она не выбивалась И чтобы она выглядела Лаконично с карты Ирангель Ну и на мой взгляд Этого получилось достичь Хоть карта многим не нравится Геймплейно Но по сеттингу Она выполнена абсолютно так же И в те времена Как раз таки Брэндон рассказывал Что просто Написанный сюжет на бумажке Ему не хочется Раздавать комьюнити Чтобы они знали Хочется как-то погрузить в игру Хочется как-то рассказать Эту идею И заставить людей Там самих задуматься Над этим Как-то Самих пройти И немного Так скользь намекнул Что может быть Это будет какой-то Синглплеер режим В виде обучения В виде какой-то Отдельной мини-игры Но он это сказал Так очень-очень прозрачно И тогда это многие Подхватили Кричали, что в PUBG Появится синглплеер В PUBG Появятся одиночные миссии Вы, наверное, могли это слышать Среди новостей Правда, это было давно Около года назад Но с этого момента Многое поменялось Сам Брэндон Грин Ушел с Поста главы PUBG Да, он все еще его создатель Но уже Далеко не владелец И поэтому Может сюжет уже Никому не интересен Никто его никак не будет развивать И вот Вчера Разработчики Публикуют Следующее Это видео с новым сотрудником PUBG Corp Гленом Шофилдом И это Человек Который сейчас Будет работать В совершенно Отдельной Независимой студии И они Будут разрабатывать Трипл-А Шутер По вселенной Плеер Анонс Баттл Граундс Наводит как раз таки На мысли О том самом Раскрытии сюжета И чтобы вы понимали Это не просто Какой-то мужик С улицы Данный человек Последние 9 лет Работал в студии Activision Он делал большое Количество игр Он причастен К 3 частям игр Серии Call of Duty Ну хотя Сюжет там так себе Так что ладно Также он был Участником разработки Игры Властелин колец Хотя Там тоже Сюжет как бы уже написан Так что тоже Не будем сильно Брать его во внимание Ну и наверное Лучшая игра Которую он сделал За все время Это первая часть Dead Space И я лично ее проходил Когда она только вышла В 2008 году И я помню Что она была Реально Очень крутая Очень кайфовая Стилистическая Атмосфера Вот такого вот Хоррора Космической станции Вот этого нападения Была передана Просто Невероятно Очень круто Так что я верю Что этот парень Сможет нормально Передать атмосферу И сможет Донести Идеи Брэндона До нас с вами Для того Чтобы они Выглядели четко Круто И при этом Атмосферно В этом небольшом Минутном видео Он рассказывает О том Что их команда Будет заниматься Как раз таки Сингл шутером Отдельно От PUBG Это будет Независимая игра Не внутри PlayerUnknown's Battlegrounds Скорее всего Она тоже будет платная И Всем кто захочет Поиграть Придется раскошелиться Но по любому Если что Потом на ютубе Может быть даже от меня Увидите прохождение Узнаете сюжет Поэтому Не переживайте Платить за лор Уж точно Не придется Ну и так же Он сам сказал Что хотел бы Рассказать нам Какие-то детали Какие-то вещи Но не может Естественно У всех связаны руки Контрактами И поэтому Если он сболтнет Что-то лишнего На него накинут Очень-очень большие штрафы Но тем не менее Он сказал Что это далеко Не единственный проект И они в принципе Планируют развивать Франшизу PUBG Делая ее Куда более широкой Посмотрим Насколько хорошо Это выйдет Но то Что теперь У нас появилась Не призрачная А действительно Реальная возможность Узнать Что же происходило На картах PlayerUnknown's Battlegrounds В чем же там суть Какая же идея Это 100% факт Тем более Вот сейчас Совершенно недавно Была обновлена Карта Ирангель Там ввели Большое количество Как раз таки Отсылок К различным Идеям К военной базе К ядерному оружию К сопротивлению Там много Очень интересных Вещей Мой хороший друг Максим Аламадро Сделал крайне Интересный ролик На эту тему Если не смотрели То обязательно Гляньте Ссылка будет В описании Там действительно Просто Кайфовейшие Теории Ну и Рано или поздно Мы узнаем Являются ли они Правдивыми Благодаря Глену Шофелду Ну что же На этом все Надеюсь данное видео Вам понравилось Если же да То вы можете поставить лайк И подписаться на канал Также напишите в комментариях Что вы думаете Обо всей этой ситуации Хотели бы вы поиграть В ААА Шутер От разработчиков PUBG По этой же вселенной Вопрос Насколько он будет Качественный По-любому Будет какой-то Лаганный Взорванный И я если честно Не представляю Какой-то действительно Трипл А Проект От PUBG Он должен быть С графикой 2008 года Как Dead Space Наверное Но посмотрим Что из этого выйдет А так Хочется пожелать Вам всего Самого наилучшего Удачи Ну и конечно же До новых встреч А следующее Видео Уже совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok